Вы знали, что Николе Тесле очень не везло с деньгами? В континентальной компании Эдисона, куда инженер устроился в начале карьеры, ему недоплатили 25 тысяч долларов. На них тогда можно было купить парочку роскошных имений где-нибудь на юге Америки. Потом партнеры Тесла по бизнесу вместо денег расплатились с ним акциями, ничего не стоящими. А магнат, который поначалу вложился в разработки, внезапно раздумал. На него посмотрели остальные и тоже отказались с ним сотрудничать. Но Тесла продолжал изобретать. Электрохимические генераторы, высокочастотный трансформатор, мачтовая антенна и многое другое. История Теслы мне вспомнилась, когда я узнал одну из самых громких и завораживающих технологических афер нашего времени. Ее главная героиня во всем похожа на Теслу, но ровно наоборот. Даже компания у нее созвучно называется Теранас. Оказывается, можно вообще ничего не изобретать, только говорить, что ты изобрел и заработать на этом сотни миллионов долларов и мировую славу визионера и первопроходца. А все потому, что даже самые умные люди бывают поразительно нерациональны, а их вера в науку и технологии иногда мало отличается от религиозной. И это можно использовать. Сейчас расскажу как. Когда Элизабет Холмс была 7, она придумала, как сделать машину времени. В 9-10 она о таких глупостях больше не говорила. На вопрос, кем хочешь стать, она отвечала уже не задумываясь. Миллиардером. И действительно, когда девушке будет 19, у ее устройства, способные изменить мировую медицину, вложат первые несколько миллионов. А в 30 лет Форбс признает Элизабет самой молодой и богатой в Америке женщиной-миллиардером, которая заработала состояние сама, а не получила в наследство или благодаря мужу, другу и кому-то еще. Уже на первом курсе в Стэнфорде на факультете химической технологии, девушка придумывает устройство, которое должно делать сразу две вещи, до этого несовместимые в одном аппарате, отслеживать состав крови и вводить лекарства в зависимости от состояния человека. Фармабизнес, да и пациенты давно о чем-то подобном мечтают. Миллионы людей боятся уколов, поэтому каждый раз анализ крови для них большущий челлендж. И совсем тяжко приходится, если надо сдавать регулярно, например, несколько раз в день. И тут тебе маленькое устройство, почти никакой боли и не просто уровень сахара показывает, а еще гемоглобин и другие очень важные параметры. И вдобавок вводит лекарства, если нужно. Это еще и проблему жадных фармкомпаний решает. Некоторые препараты нельзя продавать широко, потому что очень легко поймать побочные эффекты, если не в тот момент принять вещество. Поэтому действуют жесткие законодательные ограничения. Очень сложно продавать. А чудо-устройство Элизабет развязала бы руки. Девушка всегда была очень уверенной в своих силах. После первого курса она решила, что достаточно отучилась и пора действовать. Все равно там лишь теория, а нужна ведь практика. Великие Билл Гейтс и ее кумир Стив Джобс могли же без корочки о высшем образовании. Так зачем зря терять время? Тут надо немного отвлечься. Традиционное образование даже в продвинутом Стэнфорде действительно кажется очень медленным по сравнению с тем, как активно развиваются наука и технологии. Если человек способен самостоятельно и быстро учиться, адаптироваться в реальных условиях, осваивать новые навыки и не столько исполнять, сколько искать новые решения, то зачем ему учителя, которые еще сами не освоили новые знания? Представьте, нет преподавателей, лекций и даже оценок. У каждого ученика свой график обучения. Вместо учебников – практика. Сразу делаешь то, что уже востребовано на рынке и чем можно хорошо зарабатывать. И вся эта учеба – бесплатно. Так уже делают во французской школе программирования ЭКОЛЬ-42. Когда ее запускали, многие считали, что то, что они обещают, невозможно. А теперь туда все хотят попасть. И теперь такая возможность есть в России. Школа 21. Поступить могут все, кто старше 18. Особенно зовут студентов и выпускников любых учебных заведений. И даже тех, кто уже работает, но, знаете, хочет сменить профессию. Регистрируйтесь на сайте 21defiscool.ru, пройдите две игры, собеседование и, если вы прошли, с вами заключают договор. И дальше вас ждет Казань. Кампус школы находится в столице Татарстана. Успейте подать заявку до 2 декабря. Потом шанса может не быть. Учеба длится от полутора до трех с половиной лет. Ученикам гарантируют стажировки от четырех месяцев до полугода. И, повторю, все бесплатно. Зачем создателям школы 21 все это? Ищут талантливых и целеустремленных. Потому что, на самом деле, таких не хватает на рынке. Дерзайте. Заявки принимают только до 2 декабря. Смотрите подробности на сайте. Обучение стартует уже в январе. Так вот, Элизабет бросила учебу и основала компанию. Офис был на окраине Пало-Альто. Там было опаснее, чем в Южном Бутово. В начале нулевых стреляли каждый день. Один раз прострелили машину, а пуля отрикошетила рядом с головой Элизабет. Но девушка не сомневалась в возможностях своего изобретения. В компаньоны к ней записался опытный ученый. Декан факультета Стэнфорда, откуда она ушла. Затем первый миллион инвестировал отец подруги детства. А это был, между прочим, гений венчурного бизнеса. Тим Дрейпер. Он по образованию инженер, который понял, в чем сила технологии Скайпа, когда она только появилась, вложился на старте в Теслу, Маска и SpaceX, Twitter и Twitch. В общем, он понимает технологии не по слащавым презентациям очередных преображателей мира. А там уже подтянулись и знакомые инвесторы. В итоге в Слизерид проржился Билл Клинтон. Ее звали выступать на ТЭД, где она рассказывала о революции в медицине. Выходила девушка с большими голубыми глазами, в черной, как у Джобса, водолазке. А деньги в разработку устройства девушки начали вкладывать тяжеловесы. Один из крупнейших в мире медиамагнатов Руперт Мердок и легендарный, очень осторожный финансист Уоррен Баффет. Главный инженер из команды Элизабет, талантливый парень из семи китайских мигрантов Эд, был одним из первых, кто знал, что аппарат это скорее макет, чем прототип. И он все еще не работает и вряд ли когда-либо сможет. Эд, как очень хороший инженер, за ним выстраивались очереди из стартапов в Кремниевой долине, видел технологический предел устройства. И самое забавное, что причина, судя по всему, в одержимости Элизабет. Она, как Джобс, требовала решить задачу «убейся, но сделай». Вот только химический анализ крови и введение лекарств – это тебе не смартфон или лавтоб. И тут еще как минимум три курса, так и непройденные химтехнологии не помешали бы совсем. Элизабет требовала, чтобы устройство было секси-дизайна. И обязательно компактным, чтобы оно стало новым словом в мире технологий анализа крови. В итоге на бумаге получалось так. Устройство, размером с пластырь, умеет забирать кровь, анализировать не только уровень сахара в крови, но и другие вещества в составе. И все это вместе уже было практически нереализуемо. Ты же инженер, придумай что-нибудь. А визионер пока устремит взгляд в светлое будущее и другим покажет. В итоге от костылей избавиться все равно не удалось. Инвесторы ждали новостей. Показывать надо было уже что-то. Эд с командой сделал двойное устройство. Оно работало так. Пациент прикладывает палец к картриджу размером с кредитку. Внутри микроиглы, почти не больно. Затем, когда капля крови попала внутрь, кладет карточку в коробку ридер. Внутри срабатывают насосы. Кровь по микроканалам в картридже стекает в крошечные ячейки, покрытые антителами. Это молекулы, которые вырабатываются нашим телом, чтобы распознавать инородные вещества. То есть своего рода бойцы иммунной системы. И вот на пути в ячейки кровь еще фильтровалась, чтобы отделить белые и красные кровяные тельца от плазмы. И дать пройти дальше только ей. Когда же плазма наконец попадала в ячейку с антителами, происходила химическая реакция, а ее результаты считывала электроника. Полученные данные должны показать, что так или не так с кровью пациента сейчас. Дальше, а это была уже визионерская, воображаемая картинка. Ридер передавал данные на компьютер. Не забывайте, это середина нулевых, а Wi-Fi знают пока только избранные, а Bluetooth это тоже не семки, пока дичайшая редкость. И анализы улетают на сервер врача. Никаких записей на забор крови, нервных медсестер с большими иглами, поездок, ожиданий и нервов. Все отлично. Кроме того, что это не работало даже на уровне волшебной коробочки. На демонстрациях приходилось заранее записывать результаты анализа. И выдавать его, якобы вот здесь и сейчас. О, чудо, и оно работает. Это было эффектно, как на презентации Джобса. Это один устройство. Ради справедливости скажу, что из фармкомпаний почти никто не купился. Но Элизабет, похоже, что-то мешало понять, что мало верить и вдохновлять других. Надо бы еще решать реальные технологические и научные задачи, чтобы что-то получалось. Но она не хотела вникать в детали. Так прошло 10 лет. И только Форбс в 2015 году рассказал о гении Элизабет, какая она успешная, самая молодая, богатая. Ее компания Тернос оценивалась тогда в 9 миллиардов долларов, чуть дешевле, чем весь Яндекс. И тут злобный журналист, мало понимающий в технологиях и еще меньше в науке, делает серию разоблачительных публикаций. У него, правда, уже была к тому времени пара пуллицерских премий за расследование. Одно из них заставило американское правительство опубликовать данные, скрывающиеся десятки лет. И признать, что люди ежегодно переплачивали около 60 миллиардов долларов по счетам за медпомощь. Но мы же не апеллируем к авторитету, правда? Так вот, этот журналист собрал достаточно свидетельств того, что технология, вокруг которой выстроен многомиллиардный бизнес, не работает. И мало того, компания Элизабет скрывает это, угрожает сотрудникам, якобы они могут раскрыть технологические секреты в общении с посторонними. Не помогло. Сотрудников около тысячи, в ближнем кругу десятки людей. Так что журналист смог по крупицам собрать общую картину. Сейчас готовится судебный процесс. Компания фактически уже в руинах. А вы можете почитать документальную книгу расследования Bad Blood или посмотреть документалку HBO. К сожалению, и то, и то пока только на английском. Ссылки есть в описании. Так о чем эта история? Не только о наивной вере в технологии и науку даже среди образованных и умных людей, которые привыкли быть предельно осторожными, когда речь идет про деньги. Это история о том, что недоучившийся химик с действительно сильной командой, что у нее была, могла бы сделать устройство. Были возможности, пусть не революционные, да скромные, но работающие, а потом развивать ее, пока не достигла бы предела. А затем могла бы что-то еще придумать и по-настоящему, а не на словах, делать мир лучше с помощью науки и технологий, воплощенных в бизнесе. Не надо, как Элизабет. Ведь она не просто уничтожила свою репутацию и оставила без работы и денег людей, которые поверили в ее идеи. Она подорвала доверие к технологическим стартапам и, можно сказать, к индустрии. А хорошая новость, все стали немного умнее и опытнее, я надеюсь. Это Сайван, а это Артур Шарифов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok